В минувшую субботу на 74-м году жизни скоропостижно скончался капитан первого ранга в отставке Александр Александрович Кравчина. Благодаря Сан Санычу, как все его любя называли, десятки славянских мальчишек выбрали своей профессией морское дело. Он был замечательным человеком и большим другом нашей телекомпании. Этот человек был известен многим жителям Славянского района. С 1999 года он был бессменным руководителем клуба юных моряков «Фрегат». Имея за плечами службу на Северном флоте, работу преподавателем кафедры технических средств кораблевождения Каспийского высшего военно-морского училища имени Кирова, должность доцента и замначальника кафедры Бакинского высшего военно-морского училища, в 1998 году после переезда в Славянск Александр Александрович работал учителем ОБЖ в 16-й школе. После чего на протяжении 18 лет на базе станции юных техников занимался приобщением будущих защитников Родины к морскому делу. Не один десяток парней, проходя школу Кравчины, связали свою судьбу с флотом. Очень неожиданно для нас. Все ребята, которые учились с ним, они учились у него. Они собираются, обязательно будут на похоронах его. И это говорит о том, как к нему относились его ученики. Его очень любили. Он для нас был флагманом, можно сказать. Он был очень легкий, он был очень добрый. Он с удовольствием шел на контакт. Если его о чем-то попросили, он делал, без всяких пререканий. Если нужен был совет, он всегда поможет. Где-то организовать. Допустим, есть такой конкурс «Алые паруса». Это его заслуга. То, что он организовал единственный конкурс, где участвуют именно малыши. Весь остаток своей жизни он отдал детям. Нам будет без него очень плохо. Но я думаю, что мы не забудем его дело и будем продолжать. Фрегат будет существовать и дальше. Прощание с Александром Александровичем Кравчиной прошло 10 октября. Коллектив телекомпании выражает соболезнования родным и близким Александра Александровича. Это невосполнимая утрата для всех нас. Прощание с Александром Александровичем Кравчиной.